Вся история казачества трагична, начиная с царствования Петра и Екатерины Великой, когда казачий народ был низведен в военнослужилое сословие. Бесчислено славных героев полегло на полях сражений всех войн за наше Отечество. Но страшнее трагедии, которую пришлось пережить казакам, начиная с 1919 года, не было. 24 января, сто лет назад, была издана секретная директива бюро ЦК РКПБ, адресованная всем ответственным партийным товарищам, работающим в казачьих районах, подписанная Яковом Свердловым. Из письма об отношении казачества до 4 января 1919 года. Первое. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно. Провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью. К среднему казачеству необходимо применять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новому выступлению против советской власти. И пятый пункт, тоже очень показательный. Провести полное разоружение, расстреливать каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи. Конец цитаты. В моей семье отец, когда вернулся с армии, это был, наверное, год 82-83, он служил в пограничных войсках и по направлению направился дальше на работу в КГБ. Ему отказали. Ему отказали с такой директивы, что ваши родственники были расказачены. Начинаем выяснять из семейных каких-то архивов о том, что как же это все происходило. Да, действительно, моего прадеда с семьей, это еще 30-е годы, когда, в принципе, Советский Союз стоит на пороге Второй мировой войны и понимает, что есть определенная активность. И к кому прибегнуть, как ни к казакам, начинается идти определенная, так назовем, ее оттепель. То есть начинают возвращать какие-то казачьи полки в советскую армию, начинается идти такая определенная, как я уже сказал, оттепель. Но при этом, при этом, 82-й год и не взяли, потому что вот у вас родственники были, которые относили себя к казакам. Точное количество расстрелянных, замученных, замерзших, умерших от голода и болезни. Подсчитать, утверждают специалисты, и сами казаки не представляются возможным. Зато отлично известны инициаторы и исполнители. Кровавые расправы с ними. Главные инициаторы, главные виновники этой политики, это вот те деятели внутри большевистской партии, которые грезили исключительно мировой революцией. И для них мировая революция, для этих деятелей, являлась в первую очередь разрушением всех традиционных институтов, цельного централизованного государства, как такового. Разрушение институтов традиционных семьи, разрушение церкви, конечно же. Создание неких, так сказать, управляемых полуавтономных каких-то территориальных образований, абсолютно манипулируемых. И вот как раз два человека, в первую очередь два человека несут всю полноту ответственности за, на мой взгляд, политику геноцида казачества. Это Яков Свердлов и Лев Троцкий. Именно они были инициаторами и, так сказать, проводили неуклонно в жизнь эту варварскую директиву к тем же Сиверсам, комиссарам Войцеховским. Вот есть такое распоряжение Сиверса, где предлагается расстреливать даже 14-15-летних детей. Есть документы, которые подтверждают вот эти варварские мероприятия. Все цифры брали с архивов. После директивы Якова Свердлова о расказачивании, скажем, взялись очень жестко и, в общем-то, она длилась, хоть ее и отменили через полгода, она длилась вплоть до 1947 года. Что происходило? То есть идет директива поголовно уничтожить, выселить казаков. У меня мои родственники, мой прадед сам попал под эту директиву и был сослан с уральских казаков. А на тот момент уральских казаков, по данным, где-то оставалось не больше 10%. Остальные все были уничтожены. Тех, которых не успели сослать, их просто расстреливали, вводили и расстреливали. Тех, которых не успели расстрелять, посадили в тюрьмы. Тех, которых не посадили, в тюрьмы сжигали дома, а это январь, февраль месяц, и просто выгоняли на улицу. А сколько было заморожено детей, сколько было заморожено женщин, сколько было заморожено стариков, никто типа счета не вел. Поэтому вот по тем данным, которые у меня, та перепись населения, которая велась с 1913 года, казаков, членов их семей, насчитывалось более 4 миллионов. По данным архивам, которые сегодня уже известны, более 70% казаков было уничтожено. Поэтому сегодня, говорить, это не 200 тысяч, это идет далеко за миллионы. События 1919 года до сих пор заставляют содрогаться весь мир. Казачество, как служилое сословие, по сути, некоторые говорят о казачьем народе, так в широком смысле, и, наверное, точка зрения, тоже имеет право, безусловно, на существование. Оно всегда выступало таким стержнем, опорой государственной власти в России. Оно воспитывалось в патриотическом ключе, оно в самые тяжелые минуты подставляло плечо государственной власти. Оно уступало против революционных потрясений. Да, и мы знаем, что казачество приняло участие в борьбе с революционной стихией 1905-1907 годов. Казачество выполняло очень важную роль и во всех внешнеполитических военных мероприятиях, которые проводила Российская империя. То есть это был костяк наших регулярных вооруженных сил. Плюс, конечно, глубокую православную составляющую. Ну, это очевидная причина. То есть казаки боролись вообще с революцией как явлением страшным, разрушающим государством. Вторая причина более глубокая. Казачество ассоциировалось с стержнеобразующим таким сословием России. Оно ассоциировалось с традиционными ценностями, с традиционными институтами, с традиционной религией. Кому отнести казаков именно в той части, когда их репрессировали и уничтожали? Кто-то их относил к военному классу или сословию. Но, простите, если мы сегодня говорим, сравниваем казаков как одно из направлений армии того времени, такие же там, как уланы, драгуны или гусары, их не расстреливали семьи, семьи их не уничтожали. А здесь поголовное уничтожение. По своей жесткости данная директива действительно всколыхнула на тот момент весь мир. Свердлов и Троцкий мечтали не только уничтожить казачество, но и одновременно разжечь в деревне и селах гражданскую войну. В романе Михаила Шолохова «Тихий дон» уже видны предвестники грядущей кровавой бани. Сама по себе публикация романа «Тихий дон» о чем говорит? Ведь это роман очень неудобный для Свердловых и Троцких, обличающий во многом их политику. То, что этот роман был опубликован, великий роман действительно Шолохова, то, что он был опубликован в годы советской власти, и как бы зеленый свет этому роману дал никто, и как Василий Сергеевич Сталин говорит о том, что не все было однозначно там в том лагере, в лагере руководства партии большевиков. Вот эти два полюса, они между собой вели беспощадную. Борю, кстати, это одна из важнейших причин этих репрессий в верхушке нашего государственного аппарата. Там же много невиновных людей, конечно, пострадало. Мы не будем оправдывать сами по себе репрессии. Но причина этих репрессий в том числе заключается и в борьбе между этими полюсами внутри партии. Конечно, последствия и геноцида казачества, и братоубийственной гражданской войны. Вот мы в прошлом году вспоминали столетие зверской казни, бессудной казни царской семьи, святых царств и стратеговцев. А ведь тоже как раз продукт деятельности Свердлова и Троцкого, вот этих двух, так сказать, партийных павычках боссов. В первую очередь эти, на мой взгляд, это моя субъективная точка зрения, но она подтверждается многими-многими документами и многими-многими свидетельствами все-таки. Вот эти все трагедии, они стали результатом, с одной стороны, того, что наше общество оказалось к 1917 году очень разобщенным, но не представляло собой какой-то цельной социальной силы, объединенной какой-то общей магистральной целью созидания великой исторической России. Сегодня казаки в Крыму, пережив трудные этапы восстановления, сталкиваются с вызовами 21-го столетия. Очень сложно вообще сама проблема казачества в самом казачестве. Не секрет, что на материковой части никак не могут найти ладу казаки между собой. То есть те, которые относят себя к реестру, то бишь несут государственную службу, те, которые себя считают вольными казаками, то есть общественные организации, которые не вошли в реестр и друг с другом ладу найти не могут. Было бы, конечно, замечательно, если в преддверии данных событий они послужили, наверное, каким-то началом какого-то мира среди самого казачьего населения, среди самого казачьего народа. С одной из главных своих задач крымское казачество определилось сразу же. Работа с молодежью. Не обязательно, что это идет, знаете, как поголовное казачество, что вот ты должен быть казаком. Нет, у нас есть замечательные примеры, когда существовал в Крыму кадетский корпус, который в конечном итоге возглавлял Врангель, и есть замечательный композитор римских корсаков, который закончил тоже кадетский корпус. Поэтому никто не говорит, что они обязательно должны вернуться в казачество, если они вот состоят в казачьем классе. Но это все по желанию. И на сегодняшний день вот для наших юных казачат, для них вот самая большая честь, это вот когда они одевают на себя казачью форму. Когда они начинают учить родителей своих, то родители приходят к нам и говорят огромное спасибо, что вы занимаетесь воспитанием, воспитанием наших детей. И, конечно же, ни у кого из казаков не возникло вопросов и сомнений в 2014 году. Идти ли им защищать крымские рубежи от спешащего в гости так называемого поезда дружбы? Однозначно, да. Однозначно, конечно, данные события казаки поддержали и встали первыми в ряды. И сначала возле госсовета, потом в последующем это перешейк. Поддержали нас, наши братья из Кубани, кубанские казаки тоже. В 2014 году тогда через Керчь заехали, потому что действительно, ну скажем так, по оперативным данным, по которым можно уже раскрывать, поезд-то дружбы, он не просто, это были слова, он доехал, он до Херсона доехал, просто, скажем, имея оперативную обстановку, что творится здесь, они просто испугались и сошли с поезда. А так он и ехал, они ехали нам рассказывать, как нужно любить Украину. Вот, мы родину любим, просто нам не надо засиливать, на тот момент было какое-то понятие, вот любите ли вы Россию, любите ли вы Украину. Мы всегда были и остаемся верны матушке России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok